Продолжение следует... Распада Советского Союза, период кризиса определенного во внешней политике России. Поэтому на тот период времени вот такая позиция открытости России, надежда на то, что с нами будете равноправно сотрудничать, вот она как бы позволяла подписывать соответствующие соглашения. По словам эксперта, с 1991 года, когда был подписан договор о безвизовых отношениях Курильских островов, международная политическая ситуация сильно изменилась. Поэтому Япония проводит в отношении России недружественную политику. Они в отношении России вводят поэтапно многочисленные санкции. Япония за последнее время ввела против России и экономические, торговые, индивидуальные санкции против лиц и граждан России. В свою очередь, Россия вынуждена отвечать соответствующим образом и предпринимать аналогичные действия. Ну вот исторический опыт, он показал, что отношения между Россией и странами, скажем так, западок, капиталистическими странами, они не вошли полностью вот в русло таких доверительных, взаимовыгодных отношений. МИД России ранее заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от введения переговоров по мирному договору, а также выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Амир Ахтямов, Универньюс.